Приветствую вас. Мне бы хотелось начать свой ответ с того, что наверняка многие эксперты, которые ответят вам, скажут, что это действительно влияет на гармонизацию отношений, потому что наши мысли материальные и, в общем-то, если посылать любовь любимому человеку, то это гармонизирует отношения. И, безусловно, с позиции ненаучной или с позиции околонаучной это, безусловно, имеет место быть. Но я, лично я, я не случайно говорю здесь именно так. Ага, значит, и считаю, что, во-первых, научная позиция, научная сторона вопроса полностью исключает такую возможность. Наши мысли не могут быть услышаны другими людьми. Человек может только увидеть ваше поведение, ну, условно говоря, ваше поведение. И по поведение, по поведение, по вашему поведению, человек может, как бы, заключить, что вы настроены к нему. То есть, именно, все дело в поведении. Но поведение, это всегда то, что является наглядным, то есть, поведение не бывает мысленным, да, поведение не бывает скрытым, поведение не бывает ненаглядным. Его всегда можно наблюдать, его всегда можно видеть, его всегда можно как-то прочувствовать. Вот. И это нужно понимать, что такая позиция, позиция о том, что мысли других людей люди читать не могут, и что вы не можете посылать любому другому человеку на расстоянии, что это невозможно, что если бы такая возможность была, то люди могли бы передавать друг другу свои чувства на расстояние. И, вполне вероятно, даже не нужно было бы, скажем, общаться вообще тогда. Да. Вот. То есть, понимаете, момент здесь именно такой. И толькость этого момента заключается в том, что либо вы готовы принять эту позицию, либо вы готовы ее, как бы, услышать, услышать меня, либо нет. То есть, если вы меня услышите, если вы согласитесь с тем, что я вам сейчас сказал, то тогда вы будете действовать более, как бы, грамотно, вы будете действовать более рационально, более, ну, более реалистично может быть. Давайте еще такое вот слово употребить на более реалистичное. То есть, если вы хотите посылать любимому человеку любовь, возникает сразу вопрос. Зачем посылать человеку любовь, если ее можно выразить? Это первый момент. И второй момент. Вы говорите про гармонизацию ваших отношений, что доводит на мысль о том, что у вас не все в порядке в отношениях. То есть, ну, очевидно, да, что если бы у вас все было в порядке, то вы бы, ну, не задумывались бы о том, как бы вам гармонизировать отношения. А если вы об этом задумывались, значит, вас это беспокоит. И если вас это беспокоит, значит, у вас есть проблемы. Но, что интересно, что интересно вот именно в данном случае? Интересно то, что вы, еще раз хотел бы сделать такой акцент, что вы, акцент хотел бы сделать на том, что я руководствуюсь текстом, который вы написали, и не претендую на правду. Так вот, вы, вместо того, чтобы решать проблему реально и по факту решать проблему, то есть, разговаривать с молодым человеком, обсуждать, там, то, что у вас проблемно сейчас, вместо этого вы, знаете, почему-то просто посылать человеку любовь, как вы говорите. И вот это немного странно. Потому что, если отношениями вы дорожите, если молодым человеком вы тоже дорожите, то, ну, вы понимаете, наверное, тогда, что вот это вот посылание любви не решит проблему в принципе. То есть, даже если это возможно, даже если предположить, что это возможно, как бы проблему, эту, эту, проблемы ваши, которые есть у вас, данное, не решит никак. Потому что, ну, например, молодой человек и так знает, что вы его любите, допустим. И сколько бы вы любви не посылали, это не уменьшит проблему для него, потому что проблема значима не только, наверное, для него, но и для вас. И получается, что вы не желаете решать те проблемы, которые у вас есть. Возникает вопрос, а почему вы не хотите решать те проблемы, которые у вас есть? Возникает вопрос, вы боитесь их решать? Вы не уверены в себе? Или вы боитесь, например, может быть, потерять своего молодого человека? Настолько сильно вы боитесь его потерять, что не хотите решать проблемы по гармонизации отношений? То есть вопросов здесь, как вы видите, довольно много. И самый главный из них – это вопрос мотивации и вопрос цели. А дальше вопрос, я бы сказал, объективной стороны. То есть зачем вам посылать любовь к любимому человеку? Именно посылать. Если есть возможность, например, ее выразить по-другому, там, словами, или там, с каким-то шестом, или как-то из школы. То есть вот этот момент, он очень важен. И далее. Если у вас есть дисгармония в отношениях, то, соответственно, необходимо понимать, что дисгармонию в отношениях вы с подобным поведением, то есть посыланием любви, посыланием мыслей каких-то, вы не решите, к сожалению. То есть проблема, если есть, ее нужно решать более, так сказать, ощутимыми реальными методами. И если бы, можно было бы любой конфликт решить так, как предлагаете это сделать вы, то это уже мое убеждение, это мое личное мнение, не было бы тогда такой большой, широкой науки, как конфликтология. То есть конфликтология появилась не просто так. Конфликтология появилась именно как результат, как желание, попытка людей научиться решать конфликты, научиться избегать конфликтов. и согласитесь, не нужна была бы целая наука, если бы можно было бы все решить вот так, как вы говорите. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что был вам полезен, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, то вы можете написать мне в личку, я вам с радостью помогу. Если у вас появилось желание поработать с экспертом, решить все ваши проблемы, то, соответственно, вам нужно выбрать любого эксперта и обратиться к ним на личной консультации. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok